Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Что я делаю не так? Люди совсем не дорожат дружбой со мной. Как-то в моей жизни складывается, что большинство людей совершенно не дорожит дружескими отношениями со мной, в то время как я дорожил дружбой со всеми. Стараюсь не ссориться, но часто бывает так, что человек долго делает что-то неприятное по отношению ко мне. А я долго не могу ему об этом сказать, потому что боюсь поссориться. Но потом, часто терпение переполняется, и я начинаю сторонне говорить человеку о том, чтобы он так не делал. И все, на этом конец. Человек тут же раздевает ссору и зачастую вообще от меня отворачивается. Бывает такое, что просто какая-нибудь ссора получается непредвидимая. И я замечаю, что человеку абсолютно по барабану, что начал ссору, но он совсем не расстроился из-за этого. Если после ссоры общение прекращается на секрет, всем по барабану. Я пустое место почти для всех, для большинства людей. Ничего не значу вообще. А я ставлю себе минус с каждым отвернувшимся от меня человеком. Получается, я им интересно до тех пор, пока смотрим в рот. А стоит немножечко сказать поперек, как сразу все, конец. Как изменить ситуацию? И со мной на этой, на почве всего этого стали происходить перемены. Не знаю, хорошо это или плохо. Но я перестал со всеми ими стремониться. Кажется, я становлюсь такой же, безразличной и чертвой, как они ко мне. А порой ловлю себя на том, что уже стала хотеть делать им все назло и поперек. Уже как будто ловлю кайф от того, что бешу и раздражаю их. Но ведь надо остановиться. Ну, если отвечать на ваш вопрос, скажем так, коротко, максимально, то работа с самооценкой, работа со страхами и работа с личными границами, а также коррекция вашего общения, то есть, ну, модели общения. Поможет решить эту проблему. А здесь нет какого-то универсального рецепта. Потому что все люди разные и само собой что у вас своя история и свой опыт. Сейчас для меня это выглядит как то, что вы на самом деле в какой-то степени используете людей для того же, чтобы подчеркнуть свою значимость. Либо свои плюсы либо свои минусы. То есть, изначально вы общаетесь с людьми для того, чтобы подчеркнуть свою значимость, свою ценность, а когда не получается, то общаетесь с людьми для того, чтобы подчеркнуть наоборот. Свою неозначимость и свою неоценность. Так это для меня выглядит по крайней мере сейчас. так это для меня выглядит по крайней мере в настоящий ну в настоящее время, в настоящий момент. И конечно же все это можно и нужно корректировать. Все это можно и нужно ну скажем так прорабатывать, да? То есть тут важно пожалуй только то, готовы ли вы и хотите ли вы над собой работать. Вот в принципе и и все. то есть если готовы если готовы над собой работать если хотите то все корректируется. Также я бы заметил что есть у вас довольно много подавленной злости и подавленной агрессии которую вы сдерживаете а потом она само собой себя проявляет проявляет и проявляет себя неожиданно для вас и неожиданно для других людей. у вас есть в вашем поведении довольно серьезные скачки. то есть вначале вы одна потом вы другая. Сейчас вы занимаете такую своего рода оборотную или обратную позицию когда не имея возможности или разочаровываясь в том чтобы получить внимание со стороны других людей. вы начинаете идти от обратного. То есть вы идете теперь уже от злости мол не будешь меня любить ну по крайней мере ненавидь меня теперь да то есть это довольно таки я бы сказал распространенная модель поведения и она эта модель поведения конечно же не несет ничего хорошего для вас поэтому ее необходимо корректировать и все таки выводить ваше общение на такой вот знаете я бы сказал качественно другой уровень вот не так как вы вот сейчас общаетесь с людьми да но по другому более корректно с точки зрения постановки ваших интересов с точки зрения выражения ваших чувств и так далее а сейчас это все происходит только под давлением хочу вам это напомнить потому что это достаточно важно вот ну и в целом в целом конечно же как-то желательно работать над своими интересами потому что говоря о дружбе важно учитывать что дружба она должна иметь некий предмет предмет то есть если у дружбы нет оснований то это является серьезной проблемой вот понимаете да если вы выстраиваете дружбу дружбу не имея оснований то есть не имея с человеком общего чего-то то конечно очень сложно будет с ним взаимодействовать это правда вот вы говорите что люди вами не дрожат не дрожат дружба с вами а вы дрожите с собой как вы к себе изначально относитесь изучите пожалуйста психологическую грубую скандал вам это будет полезно сможете сможете немножечко больше понимать как работают эти механизмы всего вам самого доброго удачи обращайтесь обращайтесь Продолжение следует...